Здравствуйте дорогие друзья! Иркутский государственный университет рад приветствовать вас на презентации первого межрегионального конкурса научно-исследовательских проектов по естественно-научным и физико-математическим направлениям, который называется «Исследуя родной край». Сегодня в рамках этой презентации мы с вами поговорим о конкурсе, зачем он был создан, какие задачи он преследует и подробно ознакомимся со структурой и требованиями для участия в конкурсе. Итак, перейдем к нашей презентации. Итак, скажу сразу, что участниками конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов, а также студенты всех курсов организации среднего профессионального образования. География участников конкурса у нас не ограничена, поэтому может принимать участие любой ученик, либо студент колледжа, либо техникума от Иркутска до Калининграда, либо наоборот от Иркутска до Чукотки. Также мы обращаем ваше внимание на то, что участие в конкурсе является бесплатное и работы предоставляются на русском языке. Отметим, что информационную поддержку конкурса в регионе оказывает Министерство образования Иркутской области. Целью конкурса является стимулирование научно-исследовательского интереса среднеобучающихся организаций среднего общего и среднепрофессионального образования в области естественно-научных и физико-математических наук. То есть какие задачи мы при этом преследуем? То есть мы привлекаем молодых ребят и развиваем их творческий интерес для проведения экспериментов и проведения научно-исследовательской деятельности. Также мы популяризируем внеурочную работу по предметам естественно-научных и физико-математических циклов. Ну и также выявляем и поддерживаем талантливых обучающихся, мотивированных на получение высшего образования в Иркутском государственном университете. Дорогие абитуриенты и будущие участники нашего конкурса, сразу же заостряю ваше внимание, что вы можете получить за участие в нашем конкурсе максимальное количество баллов, то есть до 10. Напоминаю, что при поступлении в университет можно получить всего 10 баллов за индивидуальные достижения. Как вы видите, 10 баллов дается за победу в нашем конкурсе, 8 баллов дается за второе место, это призерство, и за 6 баллов за третье место, это также призерство. Но отметим также, что вы получаете, даже приняв участие, не знаете мне какое место, 3 балла. Это очень весомые баллы, которые могут сыграть важную роль при поступлении на бюджет. Поэтому мы сразу же обращаем ваше внимание, что наш конкурс очень дает много баллов, поэтому стоит рассмотреть участие в нем. Но так как у нас проводится конкурс по физико-математическим и естественно научным направлениям, поэтому мы ограничены направлениями и профилями, на которые учитываются эти баллы. Ну например, секция информатика, информационная технология, математика, физика учитываются на все профили направлений Института математики, информационных технологий, физического факультета и на ряд направлений педагогического института. Например, технология, физика, математика, либо это педагогическое образование с двумя профилями подготовки, например, математика, доп. образование, информатика, физика, технология и экология, ну и также все профили направления профессионального обучения по отраслям. Также секция математика и физика учитывается на геологический факультет и на химический факультет. Секция математика и информационной технологии учитывается на все направления и профили факультета бизнес-коммуникации и менеджмента. Ну и, соответственно, естественно, научное направление. У нас учитываются, как вы видите на слайде, различные секции, то есть это экология, биология, география, химия, геология. И видите, что у нас также учитываются на направлении пединститута и другие педобразования, которые реализуются, например, на физическом факультете в Институте математики и информационных технологий. Поэтому будьте внимательны, в правилах приема в Иркутске государственный университет все подробно изложено. Поэтому обращаем ваше внимание, еще раз заостряю, что при выборе секции, где вы хотите участвовать, смотрите, на какие направления, на какие профили принимается данное достижение. Этапы проведения конкурса. Как вы видите, он состоит из пяти основных этапов. Первый прием – это прием заявок на участие и прием согласия на обработку данных. Затем мы принимаем ваши научно-исследовательские проекты в электронном виде. Затем, если есть замечания, то есть при оформлении проекта, либо есть антиплагиат, то мы даем вам шанс все исправить в указанные сроки. Затем проходит публичная защита проектов и награждение победителей и призеров конкурса. Давайте подробно рассмотрим все наши этапы. Но для начала вам покажу, что у нас есть сайт нашего конкурса – opendayisu.ru. Когда вы заходите на него, там помимо дня открытых дверей есть страничка нашего конкурса, где вы можете подробно ознакомиться со всей необходимой информацией. Например, вы попадаете на нашу страничку и видите подробнее, нажимаете и переходите уже на нашу страничку полноценно. В правом углу есть QR-код, где вы можете его отсканировать и сразу же попасть на сайт без каких-либо проблем. Смотрите, пойдем сразу же по шагово. Какие секции в конкурсе у нас есть и направления? Естественно, научное направление у нас делится на биологию, географию, геологию, химию и экологию. А физико-математическое направление представлено такими секциями, как информатика, информационные технологии, математика и физика. Но обращаем ваше внимание, что вы, в принципе, можете проводить исследования в смежных областях. Например, биология, география, либо химия, экология и так далее. То есть в этом мы вас не ограничиваем. Также мы не ограничиваем вас в том, что вы можете подготовить, например, два проекта. Один по естественно научным направлениям, другой по физ-мат направлениям. Только здесь у нас единственное нужно понимать всю серьезность нашего конкурса. И если вы понимаете всю ответственность и качество работы, выполняемых во первом и во втором проекте, то тогда хорошо, мы будем ждать от вас проектов. То есть тут количество у нас не ограничивается. Регистрация. Это важно, потому что вам нужно прийти регистрацию на том же самом сайте opendsu.ru. Есть форма регистрации. Нажимаете, и выплывает у вас окошко для заполнения данных. Обязательно все поля являются обязательными. Например, электронная почта участника указывается, фамилия, имя, отчество полностью, ваш мобильный телефон, место обучения. Здесь вы пишите МБОУ, СОЖ, номер 5, например. То есть полное наименование вашей образовательной организации. Если это школа, то пишите школу. Если кодекс или техникум, то, соответственно, заполняете это поле. Затем обязательно указывайте фамилия, имя, отчество полностью руководителя. То есть это может быть учитель, наставник, то есть тот, кто вас будет сопровождать и вам помогать выполнять научно-исследовательскую работу. Указывайте электронную почту руководителя. Также указывайте классовое обучение, либо курс обучения. Напоминаю, что у нас могут принимать участие учащиеся 9-11 классов и студенты всех курсов организации среднепрофессионального образования. Указывайте населенный пункт с указанием субъекта, например, город Уссуэль-Сибирской и Иркутской области. Так и пишите. И выбирайте направление проекта и секцию, в которой вы хотите участвовать. Если это естественно научное направление, то выбираете, например, биология, география, геология, экология и так далее. Если это физмат направление, то выбирайте соответствующие направления и секцию. Затем на сайте у нас сроки. Давайте здесь остановимся подробнее. Какие сроки? Всего сроки проведения у нас с 1 декабря 2021 года по 25 апреля 2022 года. Первая контрольная дата – это 31 января 2022 года. Вы подаете свои анкеты, заявки, что я вам ранее показывал, как она выглядит. И в этот же день завершается прием согласия на обработку персональных данных и их распространение. Отправляются они на электронный адрес, указанный на слайде. То есть это обязательно, потому что без этого мы не можем тогда разрешить вам участвовать в конкурсе. Подробно вам чуть позже покажу бланки, как они выглядят и в чем их разница. 28 февраля – тоже такая основная дата контрольная. Здесь мы завершаем прием ваших проектов. Работа также направляется на электронный адрес zpk.sobaka.ru с пометкой «Конкурс». Все представленные работы, вне зависимости от их содержания и сложности, должны соответствовать техническим требованиям и иметь определенную структуру. Все эти требования и структура приведены в положении конкурса, в приложении номер 2. Поэтому обязательно ознакомьтесь. Будет потом осуществляться проверка до 9 марта 2022 года на соответствие требованиям по оформлению и на наличие антиплагиата. Каждая работа подлежит обязательной проверке на оригинальность в системе антиплагиат ВУЗ. Допускается не более двух проверок на одну работу, и для участия в конкурсе оригинальность должна составлять не менее 50%. В случае, если был обнаружен плагиат, то есть менее 50% и были обнаружены какие-то грубые ошибки по оформлению, я формирую вам ответное письмо, указываю все недочеты и даю вам 5 дней календарных на устранение этих замечаний. Отчет дней начинается с того момента, когда было отправлено письмо на электронную почту участника и на электронную почту наставника. Также, если вы хотите исправить какие-то моменты по антиплагиату, то вы можете сделать отдельный запрос в свободной форме, и я вам отправляю полный либо краткий отчет о наличии заимствований для устранения замечаний. То есть для этого на электронную почту ZPK собака и суру с пометкой антиплагиат пишите, что я хочу получить полный отчет о заимствованиях для дальнейшего исправления. Поэтому я вам без проблем все это отправляю и вы исправляете. Следующая дата это 14 марта, то есть после того, как все работы были проверены, приведены в соответствии с техническим требованиям, формируется программа проведения публичных защит проектов по секциям. Эта программа рассылается участникам конкурса, рассылается наставникам, а также членам жюри. С 14 марта по 28 марта 2022 года проводятся публичные защиты проектов с применением дистанционных технологий. Информация о площадке проведения защиты доводится до участников конкурса и их наставников не позднее, чем за 7 дней до ее проведения. Оценивать работы будет состав членов жюри, которые формируются по каждому направлению и по каждой секции в отдельности с назначением председателя из числа профессорско-преподавательского состава ИГУ. То есть вас будут оценивать наши профессионалы, ведущие ученые, профессионалы своего дела, это сотрудники, преподаватели Иркутского государственного университета. До 25 апреля подводятся итоги конкурса и публикуются на сайте, на сайте openday.ru. В разделе «Конкурс». Затем осуществляется награждение всех участников конкурса и их руководителей. Здесь заострю ваше внимание на том, что на основе протокола защиты, которые приведены в положении, определяются победители и призеры в каждой секции. При равном количестве баллов награждаются все участники, занявшие призовые места. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, памятными сувенирами и подарками. Участникам вручается в электронном виде сертификат участника. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, получат благодарственные письма с подписью ректора Иркутска государственного университета и министра, либо заместителя министра образования Иркутской области. Итак, перейдем теперь к критериям. Какие у нас есть критерии? Какие критерии предъявляются к проекту? Отмечу, что научно-исследовательский проект и его защита участникам конкурса оценивается отдельно. Если участник отправил регистрационную форму, но не предоставил проект вовремя, то участник автоматически выбывает из конкурса. Участник может получить максимальную сумму баллов, то есть это 100, за все критерии. Почти все критерии, которые вы видите на слайде, оцениваются по 10-бальной шкале, за исключением технического оформления презентации и соблюдения регламента выступления. Эти два критерия оцениваются по 5-бальной шкале. Поэтому прошу вас обратить на это особое внимание. Какие документы регламентируют наш конкурс и какие нужны вам для участия в нашем конкурсе? Итак, обязательно вы ознакомитесь с положением о нашем конкурсе «Исследуя родной край». Внимательно читайте все условия, цели задачи, какие требования выдвигаются. Знакомитесь со всеми приложениями, которые прилагаются к этому положению. При возникновении вопросов вы можете потом обращаться по контактам, которые я вам дам чуть позже. Поэтому положение – это главный документ, с которым обязательно нужно ознакомиться. Затем, как я вам уже говорил, до 31 января 2022 года вы заполняете согласие на обработку данных. Вот, например, на слайде приведено два бланка. Это согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных. То есть здесь заполняет ваш законный представитель, либо это родители, кто-то из родителей, либо это опекун и так далее. То есть обязательно заполняется первый и второй бланк. Первый – это согласие на обработку данных, второй – это на их распространение. То есть то, что мы можем публиковать результаты конкурса у нас на сайте – это вашу фамилию, имя, отчество, место обучения и итоговый результат конкурсного испытания. По окончании конкурса результаты все удаляются с сайта. Это требование. Бланки для совершеннолетних участников. То есть если вам уже исполнилось 18 лет, то вы заполняете самостоятельно эти два бланка. То есть еще раз обращаю ваше внимание, что должно быть заполнено два бланка. Первый – на обработку данных и второй – на их распространение. Таким образом, вам обязательно нужно внимательно ознакомиться с положением конкурса, четко соблюдать сроки проведения его. При возникновении вопросов вы можете обращаться ко мне напрямую, как по телефону, так и по электронной почте, указанной на слайде. Поэтому мы ждем ваши заявки, ждем ваши интересные проекты и, конечно же, ждем вас в следующем учебном году в качестве студентов Иркутского государственного университета. Спасибо. Спасибо. Спасибо.